Закрепите монтажную нить и обмотайте ей цевьё, от колечка до загиба крючка. Для изготовления спинки возьмите подготовленный кусочек пенки и, сделав на нём небольшие фаски, закрепите на цевье. Старайтесь надёжно закреплять пенку на цевье, во избежание её прокручивания. Для формирования тела возьмите три бородки павлина, ножницами выровеньте их к кончике и закрепите их в конце цевья. После этого отведите нить к колечку. Затем, немного скрутив бородки перьев, намотайте их на цевьё. Намотку закончите около колечка крючка. В этом месте закрепите их и отрежьте лишнее. Отогните пенку вперёд и закрепите её около колечка крючка. Для того, чтобы при закреплении не обрезать пенку, первые витки нити должны быть не очень сильными, а последующие обороты сделайте тугими. Для того, чтобы мушку было видно на поверхности воды, нам нужно сделать индикатор. Для этого берём перо CDC и закрепляем его в месте крепления пенки. Пару-тройки оборотов будет достаточно. Отогнув бородки CDC назад, сделайте в этом же месте завершающий узел. Собрав бородки пера в пучок, отрежьте их на небольшом расстоянии от спинки. Отведите ещё раз бородки пера назад и отрежьте выступающий вперёд кусочек пенки на уровне колечка. Это будет заготовка для будущей головки мушки. Затем ножницами придайте головке окончательный закруглённый вид. Если необходимо, переверните мушку и уже окончательно доделайте головку. Мушка готова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok